Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на, надеюсь, все еще в вами любимую рубрику Веселое объявление Автору В общем-то, многие, наверное, спросят, а че это такое вообще, че ты тут делаешь, че рассказываешь Я расскажу, друзья, для тех, кто, допустим, здесь впервые или, допустим, для тех, кто забыл Мы смотрим различные объявления, которые, кстати, находятся не без вашей помощи, за что вам огромное спасибо Дело в том, что в описании есть специальная ссылка на мою группу ВК, именно на конкретную тему, куда вы можете скидывать ссылки, если что-то интересное находите В общем, мы смотрим все самое необычное, что продается из автомобиля, необычный тюнинг, необычные тачки Все-все самое необычное, редкое и, в общем-то, интересное Так что, друзья, сегодня очередная подборочка, всем приятного просмотра, мы начинаем Ох, друзья, дождался я этого момента, наверное, около полутора лет я не видел в объявлениях данного автомобиля в продаже в России И вот, наконец-таки, прямо сейчас в Москве, друзья Возможно, даже кто-то из вас не знает этот автомобиль, но он действительно уникален и легендарен по-своему В общем-то, это Lamborghini LM, LM, LM002 Это первый серийный внедорожник от Lamborghini Это вот сейчас, там вышел кроссовер Uruz, типа, заряженный, все дела А эта тачка из конца 80-х Это настоящая легенда, причем в России она тоже, так скажем, свой след оставила Например, я думаю, что, если вы смотрели сериал «Бригада», вы помните, что Саня Белый там гонял на таком Точнее, по-моему, он был в семье просто, или у какого-то своего, кто-то у него забыл уже все эти имена Короче, в любом случае в «Бригаде» этот автомобиль был Ну, наверное, реально человек, который, ну, прям вообще, ну, типа, не знает эту тачку, никогда не скажет, что вот это Lamborghini, друзья Да, это действительно Lamborghini И цена прямо сейчас 27 миллионов рублей 90-го года написано 10 тысяч километров пробег Оригинальное состояние Тачка представляет ценность Причем, кстати говоря, не только, так скажем, в России В России на них ездили, ну, те, у кого были, естественно, бабки в 90-х Там всякие авторитеты, бандюки Ну, не простая шпана, конечно, а уже такие, так скажем, состоявшиеся какие-то бандюки По типу вот Саня Белова, например, из «Бригады» Поэтому не каждый себе мог позволить Тот же «Кабан» 140-й было купить намного проще Насколько я знаю, эта тачка стоила чуть ли не в два раза дороже Даже в Германии, если просто заказывать ее с завода, нежели BMW 7-й серии На тот момент, получается, был 32-й кузов То есть, понимаете, да, BMW 7-ка на тот момент, которая, в принципе, топовая была А эта в два раза дороже Соответственно, и сейчас эти тачки представляют большую ценность И их очень мало в России осталось Тем более, в таком состоянии, как видно на фотографиях Это действительно живой экземпляр С другой стороны, кому это сейчас надо? Ну, возможно, кому-то из 90-х У кого остались бабки У кого на данный момент все хорошо с законом И он на свободе У кого там нормальный запас денег Он, может быть, захочет немножко поностальгировать Либо же просто человеку, который, ну, хочет себе в коллекцию, может быть, например, да, этот автомобиль Потому что, опять же, повторюсь, он реально редкий Тем более для России А так, ну, с виду, да, ну, брутальный внедорожник Причем необычного такого, знаете, типа Тут очень неудачные фотографии, конечно, но выглядит он То есть, задние фонари вообще похожи на семерочные советские Типа пятерка, семерка, да, очень похожи Если посмотреть спереди, ну, типа, ну, как бы круглые фары Там гелик может быть как бы около того А так, конечно, вот эти все формы Смотрите, вот эти арки, да Просто незакругленные Вот такие прям с острыми углами Ну, и салон, да, красный, кожаный Короче, не знаю, ребят Но тачка мне нравится Тачка нравится Она выглядит очень брутально, как по мне Хоть и так, может быть, нелепо с какой-то стороны Но, блин А, кстати, по-моему, в бригаде еще она была с аэрографией, да? Насколько я помню Какая-то аэрография сбоку была красная или бордовая Что-то такое Короче, ребят Вот как-то так Так что прямо сейчас реально продается А в прошлый раз тоже примерно такой ценник я видел Наверное, может быть, чуть-чуть дешевле Там 20 с чем-то миллионов продавался Как-то LM, LM, как они, LM002 5,2 мотор, 455 сил Но при этом тачка, по-моему А, весит она по 3 тонны, насколько я помню И разгонялась до 100 Если кому интересно Что-то в районе там тоже 10, что ли, 9 секунд То есть это нифига не суперкар был Не быстрый внедорожник Это просто был брутальный внедорожник от Lamborghini Так что, ребята, вот так вот Я думаю, что тачка прям заслужила, чтобы попасть сегодня в выпуск Друзья, двигаемся дальше И теперь у нас на очереди Я просто вам сначала покажу фотографии Потом мы разберем Значит, ну Как бы опять же Сразу видно, что Ну, человек пытался сделать закос как минимум По 34-й Skyline А как максимум Прям, я не знаю GTR, что ли Ну, потому что Проглядываются какие-то черты Задние фонари, соответственно, от 34-го Но почему-то у меня такое ощущение Что закос в основном шел именно под 35-й Ну, то есть под GTR Хотя, может быть, я ошибаюсь Короче, это вообще изначально Это и есть Skyline Да, то есть Тот же Infinity G Который очень многие любят переделывать Под GTR 34-й Либо GTR 35-й Соответственно, вот у нас переделка Смотрится, как по мне Ну, нелепо Ну, вот жопа прям вообще Не знаю, по-моему У Финика, либо же взять Если Skyline, вот этот вот Ну, в принципе, нормально Он выглядит, ну, как и должен Либо это просто из-за того, что привычно Но вот это вот все Еще лавочка Хотя без лавочки, наверное Выглядело бы еще страшнее С мордостью-то, в принципе, ладно Еще куда не шло Но вот жопа Переделанная под 34-й Skylik GTR Ну, типа, такое Я не знаю Но в любом случае Человек запарился И вот превратил свою машину В такое И как бы Ну, я не знаю, ребят Напишите в комментариях Как вы относитесь к таким переделкам Я лично считаю Ну, да, необычно Я не могу сказать Не могу оценить по фотографиям Насколько там все это Качественно сделано Но, типа, блин По-моему, как-то Зачем? Ладно, друзья А мы двигаемся дальше Да, кстати, если что Продается в Краснодаре И стоит 600 тысяч рублей 2003 год И снова, друзья Мы возвращаемся в 90-е Теперь у нас 38-я Бэха Но Прям Супер Лимитед Какой-то там Эдишн Скажем так Потому что Данный автомобиль Как тут написано Опять же Значит, кузов удлиненный Заводской Модель Л7 Отличается от 7-ки Как Мерседес С-класс От Мерседеса Президента То есть это Л7 Я, честно, кстати, не знал Что такая есть Версия Ну, окей Это типа как С-класс Пульман, да? Ну, окей Выпускалась в 97-е Тире 2001-е Года Всего 899 машин В 99-м году Машина стоила 375 тысяч долларов Цена Отображена В бухгалтерии Машина По потребительским свойствам Не уступает Роллс-Ройс Или Мерседес Бенц Майбер Пробег 180 тысяч Двигатель Миллионник Цвет Бордовый Металлик Первый владелец Машины Кандидат Президенты РФ Ксения Собчак Готов поменять На Юнимок Или Бремах Терекс Оу Вот это интересно Такую тачку Типа поменять Ну, окей Ну, что я могу сказать Изначально я почему-то Немножко удивился Я думал, что здесь Должно было быть Вообще, как бы Если уж на то пошло Я сначала подумал Ну, сначала не помню Почему кандидат в президенты Потом подумал, что Речь идет Об отце Ксении Потому что Это было бы А тут оказывается Что это машина Самой Ксении Первый владелец был Ну, типа Окей Ладно, хорошо Это такая Дополнительная, да Все-таки информация Стоит все это удовольствие 2 миллиона 639 тысяч 4 рубля Ну, либо же Просто 40 тысяч Долларов Да Ну, насчет двигателя Миллионника Я, конечно, не знаю Все-таки все равно Это BMW Хотя 5.4 Честно, про него Мало что знаю Это если уж так Придраться к чему-то Но Не знаю Миллион, может быть, проедет Но это все равно Не Сотка крузак Или Даже двухсотка Ну, может быть И проедет, конечно Смотря как эксплуатировать Конечно Как обслуживать Вот Но, в любом случае Редчайшая версия Семерки В 38-м кузове И, в принципе Ну, конечно 180 тысяч пробега Зато оригинальный Состояние Вполне себе Как внешне Даже по вот этой фотографии Так и внутренне Ну, в принципе Почему бы и нет Так что Как-то так Друзья Ну, а теперь у нас На очереди Ну, вообще Про такие машины Сложно сказать Вот, например Здесь морда От 4 Но, по сути По-моему Это девятка Да Я правильно запомнил Девятка С мордой от 4 Но это совершенно не важно Это вообще Самая, наверное Неинтересная информация Которую Просто можно озвучить Про этот автомобиль Потому что Это что ни на есть Самый настоящий Драговый корч Который, я так понимаю Выступает В каких-то Драговых Состязаниях Мероприятиях И выглядит здесь Конечно Все очень даже Злобно Просто Один Ковш Ремни Облегченный Салон Странно, конечно Что здесь еще Какие-то элементы Салона остались Потому что Обычно Если дело доходит До драга Там прям Идет счет На Чуть ли Я не знаю На килограммы Понятное дело На граммы веса Потому что Ну, типа Блин Каждое Что-то лишнее Влияет на Показанный результат И знаете Что я могу сказать Вот 500 тысяч рублей Ну, пробег Понятно, что написан Миллион Типа так Просто Ну, как бы Это бред Продаю автомобиль Полностью подготовленный Для драг-рейсинга Значит Пробег 0 километров Бюджет постройки 850 тысяч рублей На стенде Выдают 560 сил Слушайте Ну Я Честно говоря Понимаю человека Потому что Он Вложился И, видимо Ну, что-то поменялось В планах Скорее всего Такое бывает Действительно И Кто-то Планирует Допустим Там участвовать В каких-то Драг-рейсинга Это Это охуенная тема Потому что Я реально понимаю Что это могло Стоить Ну, вот Ну, да Скорее всего Таких денег И Блин К сожалению Тюнинг Никогда не окупается Никого не волнуешь Что у тебя там установлено Очень редко И, конечно За счет этого Можно набить цену Потому что Как минимум Эта тачка стоит 500 тысяч рублей Вместо 50 Но Все равно Как бы Он не окупается И знаете Что самое интересное Подобные машины Очень круто едут Я, конечно Не знаю Сколько Вот было бы Очень интересно Если бы он написал Сколько едет Квотер Потому что При грамотной постройке Такие тазы Могут выезжать Из 10 А иногда Приближаться К 9 секундам Квотер А это, блять Быстрее, чем Вообще Многое что Ну, к примеру Типа РС 6 Моя, да Стоишь 2 10,8 Квотер А тут как бы Таз, который Будет выезжать Из 10 А 0,8 Это разница Что пиздец Вообще Какая огромная Ну, то есть В гонке А может быть И даже Ближе к 9 9,5 Это очень Интересно Я не знаю Конечно На 560 силах Как ездят Подобные Но Все равно Это будет Очень быстро Очень быстро Я уверен Так что Вот как-то так Друзья Ну и напоследок Тачка Заслуживающая Внимание Честно говоря Случайно На нее наткнулся Кто-то Из моих зрителей Скинул Как раз таки В эту специальную Тему Которая находится В описании Ссылка на это Объявление И я Никогда не был Фанатом 10-х лансеров Что Эволюшенов Что обычных Ну мне вообще Не нравится Ну прям вообще А тут я прям Открыл И блять Это круто Я конечно Не стенсер Вообще ни разу И далек От этого всего От вкуса От стиля Ну вы в принципе Наверное знаете Это Учитывая Мэмерс Ну ладно Вот И как бы Я что-то взглянул И блять Мне понравилось Мне мало того Что понравилось Как это все Выглядит Мне еще и понравился Конкретно Именно этот Эвик Это Эвик Кстати говоря Десятый Стоит он Кстати говоря Два миллиона рублей Восьмой год Восемьдесят тысяч километров Но здесь Очень-очень много Работы произведено Охуительный цвет Как по мне Не заезженный Знаете Не какой-то там Яркий Он такой прям Вот Я даже не знаю Как его назвать Но очень классный цвет Очень классное сочетание Катки Это просто вышка Ребят Я не знаю По мне это вообще Очень круто выглядит Возможно Задние фонари Конечно видно Что ну да Это не родные фонари Они вписываются сюда Но вот возможно Если бы я был владельцем Этой тачки Я бы что-нибудь Может быть другое придумал Хотя с другой стороны Если посудить Поставить обычные красные Это бы не вписывалось Поэтому Наверное так лучше Расширение Блядь Это охуенно Ковш меня просто взорвал Ребят Это блядь Представляете Этот ковш Он настолько охуенный Что мне захотелось В нем просто посидеть Это реально Это пиздец Там полностью Перешитый салон Там каркас Такой Такой медный цвет Охуенный Очень редко Кто красит тачки В такие цвета И вот это просто Смотрите Сочетание Такой шоколадный цвет Салона Алькантарка Кожа Ковши Такие кожаные Тоже охуительные Просто Да Вот прям Слюните куда Я не знаю Может я дурак какой-то Но меня эта тачка Очень зацепила И блин Несмотря реально на то Что я Эвики Люблю все-таки Девятые Восьмые И так далее Ну то есть Десятые для меня Прям вообще ни о чем Как по мне Прям пиздец Реально Очень круто Респект владельцу То есть Мне прям Очень понравилось Я представляю Как она вживую смотрится Она наверное Просто все взгляды ловит Классный цвет Все просто Вот Прям вот Ну не знаю Ребят Напишите как вам Я прям вот Посчитал нужным Ее сегодня Показать Потому что Короче Ну тут помимо еще Внешки Тут еще тюнинг Внутрянки Причем нехилый такой То есть в тачку Вложено До пизды Сколько денег Реально И как бы Два миллиона Я считаю что вполне себе Наверное оправданная цена Хотя опять же Учитывая что Тачка уже продается год Видимо Может быть конечно Она поддалась Но наверное нет Найти Владельца нового Сложно Тем более Еще вопрос цены Конечно Вот Так что Блять Круто Ребят Напишите реально Как вам Будет интересно Увидеть ваше Почитать ваше Ваше мнение Вашу оценку Данному автомобилю Ну в общем то друзья Пришло время прощаться Спасибо всем за просмотр Ставьте лайк Если вам понравилась серия Подписывайтесь на канал Если вы тут впервые Не забывайте Нажимать на колокольчик Чтобы не пропускать Новые видео И конечно же Оставляйте ваши комментарии Ну а если вдруг Что-то интересное Нашли Готовы этим поделиться То опять же напомню Что ссылочка На специальную тему Находится всегда в описании Все ребят До новых встреч Всем удачи И всем пока-пока Друзья Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok